Всем привет! У каждого из нас есть определенный подарок, который мы можем дать этому миру. Учитель должен учить детей, повар должен готовить вкусности и сладости для людей, лидер должен вести за собой, президент управлять страной, дворник делать чистым двор. У каждого из нас есть что-то уникальное, что мы можем дать этому миру. И понимание, ощущение этого, оно как потребность в еде или в питье. Мы чувствуем вот этот голод, мы чувствуем, что я делаю, куда мне идти, что мне еще такого сделать, как я могу быть полезной. Постоянное вот это чувство, это как жажда, мы чего-то жаждем. Почему? Потому что мы чувствуем, что мы можем что-то дать этому миру. И это очень классно. В нас Всевышний вселил ответственность. Я надеюсь, там ее нормально видно. В каждого из нас Всевышний вселил ответственность за окружающих. Ответственность, вот это вот понимание, что я здесь не просто так, я какой-то пазл, да, всей картины. И мое маленькое действие какое-то может повлиять на что-то великое, да, например, учитель. Он может сказать какое-то одно слово своему ученику, и этот ученик там с этой фразы возьмет, я не знаю, станет великим президентом какой-то там страны. Даже самое маленькое наше какое-то действие с нашим талантом, который мы считаем, что оно не важно, на самом деле оно может повлиять так, что мы даже не будем понимать, что это сделали мы. И здесь просто важно осознавать свою ответственность за всех. Но в первую очередь понятно, у нас есть ответственность за себя, мы сами ответственны за свою жизнь, мы сами ответственны за то, что с нами происходит сейчас, за свое настроение, за свои эмоции, да, потому что то, что происходит извне, мы это воспринимаем внутренне, да, как я это воспринимаю. Идет дождь, я радуюсь или грущу, там, меня обидели, что, я делаю выводы, пытаюсь разобраться или как. Да, это все наше восприятие. Теперь, когда мы начинаем быть зациклены на себе, да, ой, меня обидели, ой, а я, 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 то наш организм, который создан для того, чтобы быть полезным для других, да, то наш организм начинает сигналить, потому что этот эгоизм, он ни к чему хорошему не приводит. Да, мы должны думать о себе, но самое первое, почему нам приносит радость и счастье, вот эта вот благотворительность, общение, да, социум, вот эта вот связь с другими, это то, что нас наполняет, потому что тогда мы не зациклены на себе, мы начинаем наполняться, наполняться и быть полезными, и это делает нас счастливыми. Так вот, и хочется еще немножко, прежде чем мы начнем разбирать, хочется еще добавить одну историю, как в холод можно согреться двумя способами. Первый способ это одеть шугу, все мне классно, мне тепло. Второй способ это разжечь огонь. Как вы думаете, какой способ самый полезный и приятный? Конечно же, это костер, это когда и рядом людям с тобой хорошо, и вы общаетесь, и всем тепло, а не когда ты только в шубе, вокруг тебя злые люди, которые тоже вообще-то хотят погреться, да, поэтому предлагаю разжигать костер и делиться вот этим вот теплом. Теперь, хорошо, это легко сказать, да, я ответственный, да, есть что-то полезное, что я могу дать, но как я могу понять, что я могу дать этому миру? Ну, как я могу быть полезной? Ну, я сижу вот дома с двумя детьми, ну, убрала там еще что-то, ну, у меня работа с утра до вечера, у меня куча ответственных, начальник вот такой, ну, что я могу сделать? Как вообще понять свое предназначение в этом мире? Друзья, я нашла просто потрясающую-потрясающую формулу, как найти себя, как понять, что я могу классного сделать этому миру. Смотрите, итак, первая сфера нашей жизни — это написать, что я люблю делать, то, что меня заряжает. Например, меня заряжает печь пироги, я когда их пеку, вау, я так прям кайфую, или меня заряжает преподавать, классно проводить уроки, или меня заряжает фотографировать людей, я просто кайфую от этого, или меня заряжает подметать двор, чтобы он был идеально чистым, меня заряжает создавать сайты. Первое — это мы в поиске предназначения того, что я делаю, это, первое — это то, что меня заряжает. Второе — это то, что я умею делать, что у меня классно получается. То есть, да, человек может, умеет печь пироги, но у него не очень получается, да, поэтому здесь еще нужно подумать. Например, меня да заряжает, не знаю, преподавать. Второе — это то, что я умею делать, а я умею преподавать, да, я умею. А я умею для этого писать планы, да, я умею. То есть, вторая сфера, над которой нужно будет подумать, это то, что умею. И третья, как вы думаете, какая третья сфера? Это то, что кому-то нужно. Секунду. То, что нужно другим. И вот здесь, в серединке, находится, так, я вот сюда напишу, наше предназначение. Я просто спешу. Итак, как мы можем найти наше предназначение? Ну вот, что мне дать этому миру? Что мне делать? Я уже не знаю, да, за что браться, за что хвататься. Итак, мы проводим небольшой отбор, то, что нам нравится делать. Например, что меня заряжает? Меня заряжает, не знаю, например, учитель говорит, меня заряжает классно провести урок. Итак, а что учитель умеет делать? Умею прописать структуру урока. Окей, супер, это поможет, да. Ну, я умею вдохновить детей. Супер, это классное качество. Оно совпадает тем, что заряжает, да. А то, что нужно другим. А другим нужно, например, ученикам нужно, чтобы ты их учил? Да, я вижу свою вот эту потребность. И когда учитель, например, видит, что все эти три сферы, быть учителем, меня заряжает, да. Я это умею делать? Да. Это нужно другим? Да. Вау, я нашла свое предназначение. Или же дворник? Меня заряжает утром одеть наушники, пойти на улицу, начать подметать? Да. Я умею это делать? Да, я это делаю лучше других, да. Это нужно другим? Да. Люди будут ходить по чистым улицам, это будет приятно. Да. То есть человек начинает в своих действиях каждый день находить вот это вот свое предназначение. И принимать это, и делать это с кайфом. Не знаю, певец, меня заряжает петь? Да. Я умею это делать? Ну, я подучусь чуть-чуть и буду уметь, да? Умею. Это нужно другим? Да. Я вижу, что это их тоже-тоже заряжает. Да, я хочу это делать. Что бы мы ни делали, если мы чувствуем, что что-то идет не так, что не до конца мы реализованы, значит, этот сигнал, вот эта вот ответственность, что у каждого из нас есть подарок, который мы можем дать этому миру. Нас создал Всевышний для того, чтобы мы были друг другу полезными, взаимодействовали друг с другом, не знаю, делали то, что у нас классно получается и делились этим с другими. Сейчас у нас век технологий, когда все открыто, когда информации много, когда мы можем это все реализовывать и не бояться показывать себя. Вот, как найти свое предназначение? То, что я делаю, меня заряжает? Да. Я делаю, я это умею делать? Да. Это нужно другим? Да. Супер, я нашел свое предназначение. Я надеюсь, что это поможет многим найти свое предназначение, правильно использовать, делать какие-то новинки, и пусть мы вот здесь, в группе ВАИКРА, будем наблюдать за успехом друг друга, поддерживать друг друга и чувствовать, что мы ответственны и за свой успех, и за успех наших близких. Итак, всем желаю хорошей недели, хорошего месяца нового, шавуатов, пока-пока!